Всем добрый день. Брат, пусть я мой пришел. Погода хорошая. Ну и сейчас, не, тут-то тоже хорошая. Не так уж прям это. Че, как съездили. Ой, хорошо. Конечно. Так, на тебе чай этот, сайга. А, я его добавляю. Ну, прям это, купили в этот раз. Ну, там самые весенние и осенние перемешку. Да. Опять сало? Весенние это, как его, там с цветочками. Вообще мне... Класс. Вот этот вот, цветочки это весенний, вот эти вот, светленькие они. А вот эти потемнее, которые это осенний. Ну, тут все перемешку, мы не стали, там, как его, разделять, там, такой, такой, это. Ну и что, они к вам приедут в феврале или что? Нет, пока, пока, ну, летом может быть, потому что Егора сейчас на новую дождь переводит. Ага. И там, пока ему отпуска не дают. Это что, сало? Ой. Свежего. Нет, это вот копченый, этот, он, вот. Нас в холодильнике его убирать. Ммм, вкуснее. Так, это вот сало копченое. Ну, можешь нам на закусочку маленько отрезать. Да, 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 сейчас. Вот. Это вот соленое сало. Это копченое? Да, то копченое, это вот соленое. Тоже вкусное. Можешь помаленьку отрезать того-то. Да, да, да. Ничего себе там. Ой, вот это тоже с чесночком прям. Обалденно. Мы вот даже не пробовали его, мы копченое ели, а это, соленое я даже еще не пробовал. Да, 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 да. Ой, вообще красота. Еще и корочка. Это как, не вяленая, да, как она получается? Вяленая. Вяленая, да? Ну, как это. Это тоже омуль, да? Ну, весь, весь, это все омуль. А больше ты говорил, как это различать? Как вяленая, да, уже? Ну, она вяленая. Она говорит, это, у меня муж вообще на батарею бросает, говорит, она подвяльца еще вкуснее становится. Да, точно. Да. А, ну как подсушится. Он говорит, ну, пиво собирается, кинет пару штук, говорит, на батарею, а на раз подвяльца, говорит, еще вкуснее становится. Я тебе говорила, тогда иди к Барневу на завод. Там у него две с половиной смена. Ну, конечно. Эта икра вот точно такая же вот, но. Она говорит, это, дочка, говорит, берет масло сливочное. А, да. Ну, чуть-чуть потает, да, чтобы она мягкая прям была масло. Ложку икры в масло, ну, раз кинет, размешает и по хлебу мажет, говорит. Она как уже с маслом, говорит, бутерброды в школу, говорит, раз-раз, говорит. Кто не смотрел мои видео, либо первый раз на моем канале, это мой брат. И они с женой ездили в гости к своей дочери. Она замуж вышла в Иркутске, родила девочку Сонечку. Вот. И они ездили проведывать, ну, в гости, сколько, на 10 дней. Вот, и свои всякие истории, рассказ. И когда он приезжает оттуда, либо с Алтая, либо с Иркутска, и тоже к нам всякими с подарками приезжает в гости. Вот так вот. А в прошлый раз это Слава был. Это Пашкин, доверный брат. Они с одного года. Получается, смотрите, у меня брат с 70-го года. Ну, так, у него дирожень 10-го октября. Получается, следующий идет Пашка. Паша, Паша, это мой муж. 71-го года, 25-го января. То есть, получается, как, ну, друг за другом. И дальше идет Славка. Это Пашкин двоюродный брат. Он также 71-го года, 2-го августа, день рождения у него. Ну, то есть, вот так вот подряд. То есть, получается, у них, как бы, один возраст. И вот периодически то Слава в гости, то мой брат в гости. Чтобы и вместе собраться. Но редко бывает. Редко бывает. Ну, такой галдюш от них. Ну, с ними весело, конечно. Что Серега у меня юморной, что Славка юморной. Вот. А я сегодня никуда так и не выходила из дома. Получается, пока убирались. Там Анин шкаф делали. Столько напихала всякого барахла. И заднюю стенку аж фанера отходить стала. И мы, короче, все это убирали. Что-то выкинули всякого барахла. Она не в курсе, короче. Вот. Пашка забил. Ну, вот. Ту стенку заднюю. Вот. И... Она пришла к реку. Е, простые мои. Трогали. Готовь, той же шкафчик не упала. Специально так и сказала. Вот. Порядок навели все это. Часть барахла опять сложила себе в шкаф. Тут Паше по работе. Он там договорился с одним. Не знаю, завтра поедет. Ну, что-то прям... Ну, как работа на базе. Типа стропольщика. Ну, что-то прям мало дают за смену тысячи рублей. Ну, что-то прям мало вообще. Паша говорит, не знаю. Ну, завтра типа к вам приеду в контору. Вот. Узнаем. Вроде как график 2.2. Ну, это вообще тысячи рублей. Это мало. Охранники и то больше получают. Не знаю, может, что-то предложат. Еще как-то странно. Он говорит, ну, типа 15 тысяч за месяц, типа, вам хватит. Я говорю, в смысле? Это что, торговаться 15 или 20 тысяч? Что-то вообще. Я говорю, ну, тогда он лучше к Витьке. Он назовут у стропольщика. У него смена, по-моему, 2500 он говорил. Я говорю, лучше тогда на завод устроиться там. Витька-то его старше. Ну, получается, они там раньше дружили по молодости. Вот. Я говорю, и то, получается, больше платят, чем, ну, тут участника, да, там. Не знаю, короче, завтра сходит. Вот. Ну, еще там есть вариант корочки сделать охранником. Может, тоже на какую-нибудь базу, что-нибудь такое. Вот. Вот такие вот дела. Такие дела у нас домашние, семейные, хронико-семейные. Так что, так, надо сейчас тут салатом тоже порезать, приготовить. Да. Окей.